Хоба! Привет! С вами доктор Влад. У нас минус 2 градуса примерно. Снег идёт и ветер. Ну вот так, метель. Снег и ветер – это метель называется. Смотрим новости. Ну, всё то же самое. Россия впервые со времён Януковича назначила торгового представителя в Украине. Ну, это, знаете, как называется? Кому война, а кому мать родна. Ну да, так оно и есть. Потихонечку торгуют между собой. Это как Москва в 1941 году торговала с Берлином. Так, встретил девушку. Слушайте, вот это интересно. Я вчера закинул, да? Это с Яндекс.Дзен. Ребят, я не знаю, что это. Вот, ну просто послушайте. Встретил девушку, которой достаточно поработать 3 дня, чтобы 2 года ни в чём себе не отказывать. Очень редкая специальность. Мне понравилась. Я не знаю про эту специальность. Я никогда не слышал. Может быть, есть специалисты у меня на канале на 100 тысяч всё-таки. Подскажите, правда это или нет ли. Сколько вам нужно работать, чтобы потом 2 года путешествовать по миру и жить на Растих островах? Однажды встретил девушку, которой для этого требуется всего несколько дней. Она не владелец бизнеса. Она одиночка, да. Не председатель совета директоров. И даже не то, что вы подумали. Она обычный трудяга, зарабатывает руками и головой. Я её встретил на острове Фукуок во Вьетнаме. Этот остров часто называют Растим. Вот. Она являлась гражданкой Канады. Жила в соседнем бунгало. На вид ей было лет 35. Так, и вот она, значит, поговорила с ним. Оказывается, эта девушка является специалистом по работе с какими-то глубоководными аппаратами. Эти аппараты используются при изучении дна моря, перед тем, как установить нефтяную платформу. Ага, нефтяные деньги. Так, в общем, она ныряется к валангам на дно и занимается подготовкой места под платформу. Конкретного работодателя у неё нет. У неё есть сертификат и лицензия. В мире таких специалистов, как она, единицы. Работа сложная, опасная, требующая множество знаний и превосходной физической формы. Когда хочет кто-то установить нефтяную вышку в море, он нанимает вот такого специалиста. Оплата труда порядка 3000 долларов в сутки. Обычное время работы 3-5 дней. То есть за один контракт она получает 9-15 тысяч долларов. В рублях это от полумиллиона до миллиона рублей. За несколько дней работы. Ну вот, ну и дальше она, он говорит, что она берёт один контракт в год или два. Вот, а потом путешествует по недорогим странам. Не в США, потому что в США-то, ну это не такие уж большие деньги. Вместо этого она путешествует по странам типа Вьетнама, Камбоджи или Лаоса. В этих странах, если ты имеешь 20 баксов в сутки, то ты можешь практически ни в чём себе не отказывать. Это было интересно, да? Правда ли, что в США опасно ходить по улицам? Опять с Яндекс.Дзена я вчера немножко завис, тут покачал, посмотрел. И вот Пальня рассказывает, правда ли вот так вот, ну в кино показывают, что ты вышел, тебя сразу ограбили и так далее. И вот он очень толково объясняет. США огромная страна. Во-первых, население там в 2,5 раза больше, чем в России. Естественно, при таком огромном населении всегда что-то происходит. А так как в Америке ещё и приковано внимание все умерли, то нет ничего удивительного, что всё происходящее там сразу становится предметом обсуждения. В США действительно не просто с преступностью. Да, это действительно такое и есть. В той же Канаде с преступностью на порядок лучше. Американцы сами это прекрасно знают и стараются решить проблему по мере сил. Дальше. Нервозность американской полиции действительно оправдана. Ведь когда в стране разрешено ношение оружия, и любая шпана может им воспользоваться, по неволе будешь на стороже. Но в целом в США безопасно. Вот если не брать какие-то, ну как сказать, места. Вот у нас, например, в Сауссайде, да, вот там чёрные живут. Да, действительно, там не надо даже днём ходить. Мы один раз с женой проезжали днём, так там, ну она говорит, сразу закрой эти окна все, потому что, не дай бог, что-нибудь бросят туда. Ну, в машину в смысле, запросто даже может быть. Вот такие дела, ребята. Так что, ну, есть места и есть места. Разные, понимаете. Я даже, я даже ему комментарий написал, знаете, какой. Абсолютно правильно. Купаться можно везде, но желательно не там, где собираются акулы. Ну, вот как-то так. Ладно. Так. Мощный газопровод прорвало на границе Прикамья и Свердловской области. Вот это да. Вот взрыв магистрального газопровода Ямбург-Елец произошёл в 12 километрах от посёлка Средняя Усева, горнозаводского района Пьямовского края. Диаметр трубы полтора метра. На месте работают представители экстренных служб и возгорания, ну, естественно, да. Ну, авария, угрозы для жителей не представляют. Вроде бы уже ликвидировали. Я один раз видел, Дмитрия, такая труба. Ах, ну, а там залива было до неба. Ну, никто тоже нет. Тракторист какой-то задел. Как уж можно было задеть. О, Захарова рассказала о нападении грузинских журналистов на делегацию РФ. Даже не журналистов, а журналисток. Ну, как нападение? Они, значит, идти было невозможно. Они кричали, толкались, пытаясь пробиться к министру, да, к Лаврову. Ну, вот, интересно. Хотели взять у него интервью. Что интересно, её даже Захарову исцарапали. Чему я очень рад, кстати. Царапины и ссадины. Женщина-политик показала на своей странице в Фейсбук царапины и ссадины на руках. О, как! Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве. Вот так, ребята. Не пригласили его. Да я думаю, что он особо и не горел желанием. Так, в России двух детей унесло в море. В Сочи, ребят, в Сочи. Подростки 12-14 лет пропали, когда пытались перейти реку Псе-Зуапсе. Какая-то река такая странная. Поток воды сбил их с ног и смыл в открытое море. Из-за сильного шторма 4-5 баллов поисково-спасательные мероприятия проводятся только на берегу. А что же их искать-то на берегу, если они... Их в море. Интересно, что заявление о пропаже детей от родителей или их родственников не поступало. Странно. Пропал Максим, да и фиг с ним, да? Фух. В Сочи. Женщина научила вырабатывать спирт в собственном организме и не пьянеть. Вот это да, у тети. В моче обнаружили алкоголь. Хотя женщина уверяла, что не употребляет спиртные напитки. Оказывается, у нее там какие-то вот дрожжевые грибки образовались в мочевом пузыре. Вот. И вырабатывается спирт. Причем сама она не пьянеет, потому что все это в мочевом пузыре не всасывается в организм. Как-то странно. Даже назвали, знаете как, синдром мочевой автопивоварни. Слушайте, я это действительно серьезно читаю, да. Синдром автопивоварни – редкое заболевание, при котором человек испытывает опьянение из алкоголя, вырабатываемого содержащимися в его организме дрожжевыми грибками. Вот это испытывает опьянение. А она не испытывала опьянение. У него в мочевом пузыре и сразу это вообще-то выходило, естественно, путем. Странно. Путин занял второе место в мире по уровню уважения. Во-первых, сам по себе критерий. Что значит? Ты меня уважаешь? Да, а об этом свидетельствуют результаты опроса консалтинговой компании. А, это откуда-то из Франции, да. Ну, они не хотят желтых этих опять жилетов, да. И вот, значит, это Путина восхваляют. Ничего себе, пельмень. Интересно. Господи, уважение. Путина уважают. Производитель бронемашин решил отсудить у байкера-хирурга бренд «Волк». У него там, значит, байклуб «Ночные волки». И вот он, у него, да, у него есть права на товарный знак. И вот они там сейчас ругаются. Залдостанов, ругаются, да. Ну, не знаю, что из этого получится. Даже в суд подали. Какая-то... А, есть бронеавтомобиль «Волк». Вот. И вот, значит, машину создали по заказу Минобороны. И вот они сейчас. У них трение там между собой. Интересно. Хирург. Вспомнили его давно, его чуть не было. «Медуза узнала о планах Единой России сменить название и лидера». О, как! Они хотят объединяться, ядросы хотят объединиться с общероссийским народным фронтом и сменить название. Ну, потому что уже вот эта Россия единая, она уже... Так уже всем надоело, уже люди дергаются. Да, вот собираются что-то как-то объединяться. К сентябрю. Ну, посмотрим, что будет. Так. ФСБ пресекла вооружённое нападение подростков на школу в Саратове. В Саратове хотели школу грухнуть. Федеральная служба безопасности сдержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу. Их задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья. Ух ты! И даже они планировали использовать самодельные зажигательные смеси. Интересно, а какую школу, а? Не говорят, какую школу. Ну, странно. Чем им школа-то надоела? Страна рабов, страна господ. Валерий Раштин пишет. Ну, вот опять, знаете, какую тему поднимаешь. Что вот есть дети, которые болеют. Так, какая тут болезнь? Да, болезнь. Спинальная мышечная атрофия. Им требуется 239 миллионов рублей. А средств нету. Нету средств. Можете себе представить? Всё. В Мездраве сказали речь. Всё. Даже речи не может быть. Денег таких нету. И, в общем, как хотите, так и это. И в тот же день в СМИ выходит ещё одна новость. Государство выделило почти 3 миллиарда рублей фонду под руководством Никиты Михалкова. Деньги выделены на проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие культурно-национальной самобытности. Кому она нужна? Вот он задает вопрос Раштин. Это Раштин. Кому она нужна? Неужели нельзя обойтись без Михалкова и его фонда, а отправить детям? Причём там детям нужно 239 миллионов, а Михалкова даёт 3 миллиарда. Ну, вопрос, конечно, интересный. Дипломат с новичком, это инсайдер, опубликовал. Ну, в общем, ещё одного шпиона разоблачили. Он в Болгарии отравил дипломата. Да, тем же самым новичком. Они ему помазали ручку на этот раз не в входной двери, а в машине. И он к вечеру уже скончался. И вот они его вычислили. Да, вот он есть. Вот он фотографии. Вот он какой был, какой остался. Надо же. Причём он работал дипломатом под дипломатическим прикрытием. Да, вот так. Конечно, русские скажут, нет, нас не было. Путин посоветовал представителям оппозиции предъявлять избирателям позитивную программу, не просто ругать власть. Надо же, развалил страну. Страны уже нету, уже никакая программа не пойдёт, без того, чтобы демонтировать вообще вот всё, что он там настроил. Давайте позитивную программу. Ой-ой-ой, издевательство. Ладно, у меня сегодня всё. Посмотрите, мне прислал наш Антон, прислал несколько забавных номеров, да, американских номеров автомобильных. Ну, почитайте, что там написано. Там, правда, матерные были, но матерные я не стал. Вот, ну и так хорошо. И самое главное у нас ещё, вдруг, откуда ни возьмись, появилась наша Елена, и у неё очень интересные игрушечки. Вот, посмотрите. Ну, это у неё работа, собственно говоря, она их представляет. Всё, с вами наутро доктор Влад прощается. Смотрите номера и нашу Елену. Пока-пока. Смотрите номера и нашу Елену. Это же мой размерчик. Сделала к ней вот такую вот брошечку. Есть ещё шарфик. Он ещё, правда, в работе. Вот, так что вот поздравляю себя с новой шапочкой. Вот, так что мужу придётся подождать, пока я ему свяжу другую. Ну, вот. И хочу вам предложить обзор моих игрушек новых, посмотреть. К сожалению, у меня сейчас их... Ну, может, к сожалению, может быть, к счастью, их сейчас у меня нет в наличии, потому что они уехали к своим хозяевам. Вот, но фотографии остались. Так что сейчас я вам покажу фотографии моих работ за февраль. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не забывайте меня. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»